Привет, друзья! С вами Сергей Столбов. Я предприниматель из Иркутска и являюсь партнером и дистрибьютором компании FFI. Наш бизнес развивается очень успешно, и я ищу все больше и больше возможностей для того, чтобы показать людям о том, что он работает, о том, чтобы познакомиться с интересными людьми. И, возможно, вы увидели сейчас на нашем экране человека, которого многие из вас знают. И я познакомился с этим человеком. Это уникальный человек. Его весь жизненный путь связан с использованием, ремонтом, испытанием различной техники. Это Равиль Габдулин, в прошлом подполковник, и сейчас, в нынешнее время, подполковник запаса Вооруженных сил Российской Федерации, военный летчик первого класса. Сегодня Равиль является инструктором практического обучения автомехаников компании Honda в Башкортостане. Имеет сертификаты диагноста Honda и Nissan и 13 лет практического опыта ремонта автомобилей японского производства. Вы знаете, я познакомился с Равилем в общении и по скайпу, конечно же. Я, в общем-то, не стесняюсь звонить интересным людям. И я узнал, что он тоже является партнером и дистрибьютором компании FFI, использует продукты. И мне захотелось, конечно же, с ним познакомиться. И, вы знаете, меня очень порадовало то, что он мне дал много-много-много ответов на мои вопросы. Он вселил во мне уверенность. И мне стала, как бы, такая пришла мысль, как же сделать так, чтобы об этом узнали как можно больше моих партнеров, моих дистрибьюторов. Потому что вера в продукт, вера в наш бизнес, она приходит именно от сильных людей, от успешных людей. И, естественно, с таким успешным человеком мне захотелось вас познакомить. Я благодарен Равилю, что он согласился дать это интервью. И сейчас я попрошу его подключиться для того, чтобы его поприветствовать. Алло, Равиль? Да. Да, я уже подключился. Здорово. Здравствуйте, Равиль. Я хочу поприветствовать вас очень горячо от большой армии наших партнеров, компании FFI, а также от большой армии многочисленных автолюбителей России. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. В свою очередь я хочу поприветствовать в вашем лице всех автолюбителей, автолюбителей Иркутска и всех сибирских регионов. Я действительно являюсь предпринимателем компании FFI в бизнесе с 9 апреля 2010 года. Так как занимаюсь диагностикой и ремонтом автомобилей уже более 13 лет уже на сегодняшний день, то все, что касается автомобилей, мне, конечно, интересно. Здорово. То есть, как я понял, что это часть вашей жизни, автомобилей, все, что с ними связаны, особенно все их здоровье, это для вас очень важно? Да, естественно. Хорошо. А скажите, какие у вас есть собственные результаты по использованию нашего продукта MPG? Ну, именно собственные результаты, о которых я и хотел бы сказать. Результаты лично мои и тех людей, которых я знаю очень хорошо. В принципе, с самого первого же момента, как я только использовал, как только вложил пол таблетки в бак своего автомобиля, у меня Nissan Almera Classic 2006 года, эффект, как говорится, не заставил себя долго ждать. Буквально 15 минут отъехав от заправки, я уже почувствовал, что отзывчивость на педаль газа совершенно иная. В принципе, это и было оговорено производителем, что продукт действует достаточно быстро. Пробег на тот момент, когда я вложил вот эти пол таблетки в бак, моего автомобиля составлял 75 тысяч километров. В принципе, ну это, скажем так, для иномаркета средний пробег. Ну и многократные проверки в течение того периода. Это было, как я повторюсь, 9 апреля прошлого года, 2010-го. И вот с того момента, уже более полутора лет, я непрерывно использую MPG Caps, именно MPG Caps, получил расчетную экономию 7-8 процентов. Но, в принципе, вот этот процент экономии, это не самое главное и не самое шокирующее, что было для меня, особенно в первое время. Самое приятное, что получает владелец автомобиля, это прирост динамики на средних и низких оборотах. Это то, как раз на что большинство наших клиентов, клиентов нашего сервиса, жалуются, когда привыкают к автомобилю, появляется уже чувство автомобиля, да? И сразу же появляется нехватка мощности, нехватка динамики, особенно на низких и средних оборотах. Так вот, эта таблеточка или полтаблетки на бак дают как раз вот этот прирост, который позволяет этот недостаток устранить достаточно легко, без всякой переделки двигателя. В этом очень большой плюс. Ну и второй эффект, который меня шокировал достаточно серьезно, это то, что машина перестала пахнуть. То есть, сзади из трубы выхлопной перестал выходить едкий, удушающий запах, но все понимают, что это такое. То есть, мы это называем угарный газ, да? Вот. ЦО. Да, вредный для организма человек и животных. Так вот, в принципе, я даже приглашал друзей, соседей, знакомых подсаживаться к трубе моего автомобиля и почувствовать, насколько чище стал выхлоп автомобиля. Да, мне это знакомо. Это удивительный, действительно, эффект. Учитывая, что я езжу на 92-м бензине, а не на рекомендованном 95-м, прирост динамики и прирост и уменьшение вредных выбросов это самый важный, я считаю, самый основной эффект действия MPG. Хорошо, спасибо. Но я, насколько знаю, вот MPG, это не является единственным моментом, который вы используете для экономии топлива, да, в автомобиле. Это, действительно, не единственный, но один из самых важных инструментов и компания позиционирует MPG Caps и все, что, то есть, на основе MPG, серию MPG основным продуктом. Но, плюс к этому, есть несколько добавок в масляную систему, добавка в масляную систему MPG Max, MPG Extra, да, MPG Extra. И есть добавка для прочистки, мягкой такой прочистки топливной, точнее, а камеры сгорания и системы выпуска MPG Max Pro. Очень хорошие инструменты. В принципе, все это я, как вы понимаете, испробовал, и в двигателе моего автомобиля залито MPG Extra. Действительно, как только заливаешь, то есть, добавляешь в масло MPG Extra и в коробочку тоже, в коробке передач, вот 90 тысяч я проскочил в прошлом году, так, нет, не в прошлом году виноват, весной этого года залил в коробку MPG Extra. И, ну, эффект экономии, честно говоря, я не считал, насколько поднялось после применения вот этих добавок, да? Но динамика еще дополнительно к тому, что дало MPG Caps, динамика возросла. Ну, это за счет снижения тренера, да? То есть, это да, я ощущаю, потому что у меня очень большой опыт в вождении автомобиля, ну, и сами понимаете, летчик первого класса. То есть, для меня важно, как аппарат ведет себя. То есть, я ощущаю это. Хорошо, спасибо. Вот скажите, пожалуйста, Равиль, я знаю, что наши многие партнеры как-то стесняются продавать препарат, как-то смущаются, либо боятся, потому что есть мнение, что люди опасаются заливать что-либо в бак и негативно относятся к различного рода присадкам. Как вы считаете? Ну, вот то, что люди опасаются заливать в бак и в масло тоже добавлять различные присадки, я это воспринимаю очень положительно. На самом деле, так и должно быть. Ну, это и люди, они же не просто так пришли к этому, да, то есть, это уже собственный опыт какой-то. На самом деле, это большой плюс. Так и должно быть, еще раз повторюсь. Потому что для двигателя топливо является пищей, так же, как для человека пища, да? Травит. Мы не будем сами себя травить, чем попало. То есть, мы не пойдем в магазин и не будем покупать испорченное мясо, там, еще что-то. Вот, будем покупать самое лучшее. И будем, естественно, прислушиваться, кто порекомендует самые лучшие продукты. То же самое и для автомобилей. Естественно, нельзя заливать то, что как в голову придет. Надо прислушаться к профессионалам. Вот. Надо взвесить все за и против, нужно вам это или не нужно. Если действительно вам не хватает динамики, если есть права. Ну, я просто скажу, почему я начал использовать. На самом деле, на 4 года используя один и тот же автомобиль, появляется, ну, хочется прибавки какой-то мощности, да? Ты начинаешь ощущать все нюансы двигателя, поведение двигателя. И вот эти мелкие нюансы, они дают именно то, что человек либо начинает менять автомобиль, либо готовится к смене автомобиля, либо начинает усовершенствовать. Как правило, это переделка пустной системы, выпускной. Вы видите этих ребят, которые на трубу, прямоточные фильтры ставят на входе, на выхлопе ставят там глушители с нулевым сопротивлением, да? Но это же переделки, они очень дорого стоят. Так вот, когда мы говорим об MPG Cups, мы это получаем все практически без изменения, вы понимаете, да? То есть мы просто улучшаем условия горения топлива, того базового топлива, которое мы получаем на заправке. Вот, в принципе, ответ на это вопрос. Хорошо, спасибо. Ну, так получается, что добавлять что-то надо, надо делать это с головой. И вот тогда давайте проясним все-таки для наших партнеров и для просто клиентов. В чем же отличие MPG от химических присадок, которые существуют на рынке в большом количестве? На самом деле, действительно, настолько большое количество присадок на рынке, в любом магазине. Я когда, ну, в принципе, вы понимаете, 13 лет работы в автосервисе, всегда жалобы клиентов приводят к тому, что начинаешь искать какие-то решения. Решения не только внутри автосервиса, постоянно в голове. Я диагностикой занимаюсь в 13 лет. Значит, я вижу, что на прилавках любого магазина, особенно крупных магазинов, гипермаркетов, сейчас, ну, просто огромное количество различных добавок и в масло, и в топливо. Все они, как правило, являются универсальными, либо это детергенты, которые моют топливную систему, начинают мыть с топливного бака, топливный фильтр, топливный насос. И я сталкивался с тем, что настолько агрессивные жидкости добавляют в бак, которые разъедают уплотнительные кольца резиновые, которые выдерживают даже бензиновые. Представляете, да? Так вот, MPG, в отличие от всех этих присадок, это отдельный класс катализаторы горения топлива. Вся серия MPG, это катализаторы горения топлива. Это отдельный класс, и он выделен отдельным классом. И используется, в принципе, уже более 40 лет. Более 40 лет он и в России, кстати, применяется. И катализаторы горения топлива применялись. Но MPG Cups, вот этот вот продукт компании FFI, он уникален тем, что это органический катализатор горения топлива. То есть, это чистая органика, без всяких металл, железосодержащих или металл, содержащих добавок. То есть, это не аналог хероцена, допустим, а злополучного, о котором многие говорят и пишут. Это металл полимерный, железополимерный, присадка, катализатор горения топлива, который хорошо поднимает октановое число, но при этом убивает выпускную систему, убивает свечи зажигания и убивает кислородные датчики. Катализаторы, нейтрализаторы, точнее, выпускной системы. Так вот, вернусь. MPG Cups, в отличие от этого, это органический катализатор горения топлива, который полностью растворяясь в бензине, топливе, в любом органическом топливе, полностью, я говорю, вообще без остатка, без взвешиваемых остатков, он заставляет топливо лучше воспламеняться и сгорать полностью в камере сгорания. И еще один нюанс. MPG не работает ни в топливном баке, в топливном баке он только растворяется, он не работает ни в трубопроводах, то есть никаким образом не влияет на топливный фильтр, он работает исключительно в камере сгорания, улучшая условия, улучшая воспламенение, горение и покрывая камеру сгорания тонким, тончайшим слоем, каталитически активным слоем, который позволяет топливу даже в каплевидной форме, который попадает на стенки, вы понимаете, да? Попадая на стенки, топливо не воспламеняется в нормальных условиях. Так вот, катализатор горения топлива, то есть делая каталитически активную пленку на поверхности камеры сгорания, он заставляет и это топливо в каплевидной форме воспламеняться и сгорать. Понятно. Спасибо. Вы сейчас сказали про характеристику топлива как октановое число. Вот многие наши партнеры, наверное, хотели бы знать такой вопрос, ответ получить. Качество бензина и октановое число – это одно и то же? Конечно же нет. Октановое число – это способность топлива, антидетонационные свойства характеризует, это безразмерная величина, точнее, это величина, числовая величина, которая характеризует способность топлива противостоять детонационному воспламенению. Ну, я не буду уж тонко вникать, я просто объясню, что такое детонационное воспламенение. Это самопроизвольное воспламенение топлива при увеличении давления в высокой температуре, да, что в наличии находится, то есть в таймере сгорания, когда двигатель прогорет, когда, ну, самые тяжелые условия эксплуатации, допустим, да, жара на улице, допустим, плюс 30, двигатель у вас прогорет до температуры 95-100 градусов, вы представляете, что здесь условия для того, чтобы произошло самовоспламенение, оно, самовоспламенение происходит, естественно, до того момента, когда поршин приходит в верхнюю мертвую точку, и это самое страшное, что может быть для двигателя. То есть, в противоход происходит взрыв топлива, детонационное воспламенение идет по всей камере сгорания практически мгновенно, ну, образно я говорю практически мгновенно, это взрыв. Вот, представьте, какая нагрузка идет на поршень, на кривошип, на шатунную систему, на коленовол, ну, на все практически, на весь двигатель. Разрыв работает. Так вот, для того, чтобы этого не происходило, и есть такая безразмерная величина, как октановое число, и топливо принудительно заставляет хуже воспламеняться. То есть, чем выше октановое число, тем хуже воспламеняемость топлива. Я просто вот переведу, так скажем, в это. То есть, конечно же, это способность топлива противостоять бетонации, то есть, 95-й бензин, он лучше противостоит, чем 92-й, 98-й лучше, чем 95-й, но в просторечии мы можем говорить так, что 98-й бензин хуже воспламеняется. Нужен вам хуже воспламеняющийся бензин или нет? Наверное, нет. Поэтому мы не говорим о том, что высокооктановый бензин является лучшим бензином. Он нет, конечно же, он не лучше. Лучшим бензином является бензин, который по качеству соответствует вашему двигателю. То есть, и по качеству, и по октановому числу. Если ваш двигатель разработан по 92-й бензин, используйте 92-й бензин того качества, которое рекомендовано производителям. Мы с этим постоянно сталкиваемся. Дело в том, что вы понимаете, в России производится 90-й, методом крекинга производится 98-й, а ты виноват, 88-й, ну максимум 92-й бензин. Это самые новые установки у нас делают. Вот дальше доводятся присадками, поднимается октановое число. Это специальные бусты, там различного рода, которые поднимают октановое число. А характеристик качества, к сожалению, никто еще не придумал. Вот если бы была числовая характеристика качества, и нам на заправке писали, вот здесь вот топливо продается, допустим, качество отличное, да, здесь хорошее качество, здесь там на троечку. Куда бы вы заехали? Наверное, все бы заправлялись там, где отличное. И тогда бы вы требовали, чтобы нам за наши деньги, как говорится, отстегивали хороший бензин. Да, это так. Ну, я думаю, что я ответил на этот вопрос. Да, Равиль, конечно, спасибо. Вы знаете, еще интересный вопрос, который вот все время встречается, с которым встречаются наши ребята. Мы же ходим, общаемся по городу, мы общаемся с разными людьми, и очень многие говорят, что, а, мы знаем, мы слышали, что это не единственный продукт. Есть и другие, есть вот ультразвук, есть кавитация, есть какие-то там дополнительные устройства, которые устанавливают. Но, тем не менее, они их и сами не устанавливают, и другим не дают это сделать, голову морочат. А вот как вы относитесь к этим всем другим оборудованиям, которые тоже существуют, и их нельзя списывать со счетов? Но почему тогда не ультразвук, не кавитация, а именно все-таки MPG? В принципе, здесь можно очень просто ответить. Самый простой ответ – это то, что MPG проще, MPG безопаснее и MPG эффективнее. Но, но, вот каждый человек для себя принимает свое. То есть, если ему неинтересно использовать простой, есть же люди такие, как говорится, им подавай как можно сложнее, а не попроще. Зачем мне простое, да, решение? Давайте я посложнее сделаю, у меня денег много там в мешках стоит, я хочу посложнее. Есть такие люди, я таких людей знаю, честно говоря. А для них, вот, можно и кавитацию, можно и все остальное. Пусть они пройдут, как говорится, все круги ада, а потом все равно вернутся к простому решению. Окей, спасибо. Вот у наших автолюбителей разные машины. Есть дизели, есть, значит, газовые машины, использующие газ в качестве топлива, да? Есть бензиновые машины, и я так понимаю, что, наверное, не все они одинаково реагируют на MPG, не одинаковые результаты получаются. Так же? Абсолютно верно. Одинаковых результатов просто быть не может. От чего это зависит? Факторов, ну, если перечислять по пальцам, наверное, пальцев на одной руке не хватит. Даже на двух руках не хватит, потому что количество факторов, влияющих на то, каким образом отработает катализатор горения топлива в каждом конкретном случае, в каждом конкретном двигателе, очень много. Значит, я скажу из того, что сам лично проверил и сам лично видел, да? Очень хорошо работает на всех бензиновых двигателях, однозначно. Практически все российские автомобили очень положительно откликаются на применение MPG. Это все практически фиксируют, что, допустим, 15-е, 99-е, 10-ки, они все ощущают, что появился прирост динамики, и именно это их радует. На старых машинах немецких все однозначно почему-то в эйфории просто один молодой парень приезжал, я, говорит, не ожидал, что моя машина, а у нее 92-го или 93-го, вот, или какой-то старый, что она может так бегать. Вот это меня тоже порадовало, честно говоря. Я, правда, не стал уже допрашивать там, разговаривать, насколько прирост он почувствовал в динамике, но он был просто в восторге. Но есть, всегда есть несколько таких результатов, которые не то чтобы обескураживаются, что ли, а неожидаемые, часто получаются как бы отрицательные результаты. Почему? Потому что, в принципе, я уже неоднократно об этом говорил, что МПГ это не лекарство и не способ вылечить неисправность, неисправный автомобиль, да, это возможность на российском бензине, на достаточно низкосортном российском бензине получить эффект отдачи от двигателя более высокую и получить удовольствие от вождения. Вот. Ну и, исходя из общего всего, что, как говорится, накопилось из того опыта, у меня получается такая картинка. Значит, приблизительно 70% кто использует МПГ, кого я знаю, да, ну по отзывам, по глобальным отзывам и в интернете, около 70% довольны. Все, большая часть, получается, 70% это большая часть, да, они довольны тем эффектом, который получили от применения МПГ. Где-то процентов 20, это говорят о том, что эффект они вообще не почувствовали. И 10% вот этих недовольных людей, которых можно, конечно, забыть, но, в принципе, анализировать эту ситуацию надо. Но чаще всего получается так, что эти недовольные, они либо сами совершили какую-то ошибку, да, ну, в том плане, что не до конца прочитали, как я вначале говорил, что надо перед тем, как применять что-то, вот, надо все взвесить, нужно тебе это или не нужно, твой автомобиль готов к этому или нет. Больному человеку, в принципе, лечить больного человека лекарствами, наверное, не стоит, да, надо к врачу обращаться. Вот, по большей части, вот эти 10% они должны были в автосервис приехать, сделать полномасштабную диагностику, отремонтировать машину, а потом уже давать, ну, я вот считаю, MPG-CAPS, применение к нашему, к людям, да, как биологически активная добавка к пище. Поднимает тонус, поднимает настроение, улучшает жизнедеятельность вашу, да, если это суставы, значит, суставы восстанавливает, и вы начинаете, подвижность у вас возрастает, вот. А здесь аналогично. Спасибо. Да, хорошо, спасибо, Равиль, вы прямо ответили сразу на мой следующий вопрос, который я планировал задать. Что же делать, если есть такие люди, у которых ничего не получается? Я думаю, что надо, естественно, готовить автомобиль и ехать сначала в сервис, сделать полную проверку его, и, конечно же, если не получается с первого раза, то использовать, продолжать, так? То есть, продукт не всегда работает с первого раза, правильно? В принципе, так, но есть еще один небольшой нюанс, я, может быть, добавлю к тому, что сказал, есть психологический фактор, то есть, есть люди, которые, ну, они просто не чувствуют машину. Это не только те, которые, допустим, вчера сели за рулем своих автомобилей, да, вчера приобрели его, а есть просто люди, которым, ну, они могут 10 лет ездить, 20 лет, они хвалятся, многие, допустим, говорят о том, что я 20 лет за рулем, но мне с ними страшно ездить, понимаете? То есть, я вижу, что они машину-то не чувствуют. Ну, не стоит их за это ругать, то есть, люди еще все разные. Понятно, что у человека вот такой, он не автомобилист, то есть, он не шофер, как мы раньше говорили, да? Вот, есть люди, которые просто чувствуют любую него, ну, вот что-то у меня вот тут застучало, а тут вот справа, сзади там или слева что-то там застучало. Они все это чувствуют, и мне такие люди нравятся, потому что они действительно любят свою машину, они ее изучают, они знают, где что может быть. Многие даже приезжают, уже говорят, что мне вот это надо проверить, вот здесь надо посмотреть, скорее всего, там что-то у меня, вот. А те люди, у которых, то есть, их надо высчитывать, скажем так, считать, психологически ли это эффект, да, отсутствие эффекта МПГ, либо это действительно автомобиль не реагирует. Если это психологически, то, наверное, с этим человеком, как бы, ну, не стоит его заставлять или говорить ему, что ему нужно это МПГ. Хорошо, спасибо, Равин. Давайте перейдем к следующему вопросу. Ну, он касается производителей топливной продукции, да, то есть, производителей топлива. Вот такой вопрос часто задают, что если продукт такой замечательный, то почему же производители топлива не добавляют его в свою продукцию на заводах? Могли бы залить, и не надо было нам ничего покупать, а просто пользовались качественным, хорошим топливом. Вот такой вопрос. Да, такой вопрос в прошлом году. Я очень подробно, мы обсуждали этот на форумах, использование МПГ в автомобилях, вот как раз своего Ниссанного Мира Классик у нас был форум. Значит, там действительно меня тоже так же. Я говорю, ну, это смешно, просто честно говоря. Серьезные люди не могут так говорить, правильно? То есть, каким образом? Ну, как продавец и производитель товара может быть заинтересован в меньшей реализации своего продукта. Это просто нонсенс, понимаете, да? Я, всех, кто думает об этом, что кто-то на НПЗ, на нефтеперерабатывающих заводах будет заинтересован в применении каких-то добавок к топливу, который уменьшит расход топлива, я просто посмеюсь над этим, честно скажу. Мне обидно, конечно, за такое непонимание людей, но это смешно. Ну да, согласен с вами. Скорее всего, это просто вот конфликт интересов двух разных бизнесов, правильно? Производителей и продавцов. Да нет, это не разные бизнесы, честно говоря. Это один, ну, почему разные-то? Это один и тот же бизнес. Я имею в виду производителей экономящих систем, таких как МПГ, да, которые позволяют сэкономить, и производители топлива. Одним надо продать больше, а другим надо позволить людям сэкономить. Вот здесь несколько, есть конфликт интересов, именно поэтому, ну, и не используют они его. Я думаю, вы об этом и сказали сейчас, правильно? Да, да, в принципе. Хорошо, хорошо, Равиль. Спасибо вам за обстоятельные ответы. Я думаю, что очень будет полезно нашим всем слушателям. Скажите, какие перспективы, по-вашему, у нашего бизнеса? Как могут повлиять планы автопроизводителей по созданию биоавтомобиля? Мы знаем, что такие разработки, и даже уже есть опытные образцы, которые уже используют. Да, действительно. Сегодня просто очень мощный толчок и очень мощное развитие идет электромобилей, автомобилей, автомобилей с гибридными силовыми установками, где наполовину электродвигатель и ДВС, двигатель внутреннего сгорания. Сейчас на топливных элементах автомобилей развиваются. От Хонда свою разработку сделала достаточно уникальную, с нулевым выбросом. Таких автомобилей разработок очень много. Но есть одна преграда, которая, ну я считаю, это, точнее, это не мое мнение, конечно, а основная преграда в том, что нефтяные магнаты, деньги нефтяных компаний, они работают против всего этого, против этих разработок. Компания FFI своей миссией называет сохранение чистоты и красоты нашей планеты. Уникальная миссия, уникальная, она мне просто импонирует во всех на 100%. Именно это мне в свое время понравилось в этой компании. И убедившись, что действительно вся линейка продуктов компании работает именно в этом направлении, я нисколько не сомневался в том, что я правильно выбрал компанию. Вот то, что касается автомобиля, это уникальная продукция. Кто бы, сколько бы ни говорили про то, что МПД работает или не работает, я проверил на себе и могу сказать со стопроцентной уверенностью, и каждый, в принципе, кто проверил, кто посидел возле трубы своего автомобиля, он может четко, точно сказать, что на самом деле выхлоп перестал резать глаза. Вы понимаете, выхлоп перестал резать мюх, как мы говорим, да? То есть запах стал воспри... более таким... То есть этим воздухом можно дышать из трубы. Реально, если у вас есть катализатор, этим воздухом можно дышать. Так вот, вы представляете, что лет через 20-30, я так думаю, где-то через 20-30, действительно электромобили войдут в наш быт. Они будут практически везде, и тогда мы можем говорить, да, вот наступил тот век, когда можно не заботиться о том, что надо беречь экологию, атмосферу от вредных выбросов. Но до этого времени надо дожить. Надо сегодня, сегодня наши дети растут. Вы понимаете, да им с чем-то дышать надо, меня это очень беспокоит. Да, да, да. Я двое внуков, которым тоже лет через 20-30 надо будет и дышать, и их детям то же самое. У нас экология очень быстро разрушается. И я вот именно поэтому, небольшая реклама фильма, я просто был в шоке, когда посмотрел этот фильм французский, да? Хоум, вы говорите, да? Документально, Хоум. Вы, наверное, посмотрели его тоже, да? Да, конечно. Хоум, фильм, который стоит... Просто переворачивает сознание. Я каждому предпринимателю, кто работает вот в этой системе нашей, вспоминайте о нашей миссии, о миссии компании ФП, и обязательно посмотрите этот фильм. Вот, в принципе, я думаю, все. Да. Хорошо, Равиль, спасибо огромное. Действительно, экология наша требует помощи. И, посмотрев фильм Хоум, я даже назвал свой сайт на системе ПравТВ Хоум ПравТВ. То есть, действительно, я впечатлился и захотел принять участие в деле сохранения экологии. Ну и, конечно же, все мы хотим на этом заработать. В связи с этим, мне хочется, чтобы вы обратились с каким-то пожеланием. Что вы можете пожелать нашим участникам нашего проекта, партнерам, нашим клиентам? Потому что все они стремятся к успеху. Вот, поделитесь вашим видением, что нас ждет, чего хотите пожелать. Ну, я еще раз все-таки напомню о том, что каждый предприниматель компании FFI, он должен помнить о том, что миссия компании весьма и весьма благородна. Каждый предприниматель и потребитель продукции FFI осознанно или неосознанно, используя MPG Cups, MPG Cramps, MPG Boost, он не просто экономит топливо. Он не дает сжечь лишние 100 килограммов на каждую таблетку. Представляете, вы забросили таблетку на 2 бака получается, по пол таблеточки на бак. Вот, за 2 бака вы сэкономили 100 килограммов чистого воздуха. Не сожгли, не прогнали через двигатель. Более того, тот воздух, который прошел через двигатель, он в 2-3 раза оказывается чище, чем тот воздух, который прошел в двигателе без MPG Cups. Вот. Это первое и самое важное, о чем надо помнить. Далее. Ну, в принципе, хочу пожелать каждому предпринимателю, каждому, не только предпринимателю, а каждому автомобилисту, быть внимательным, прислушиваться к своему автомобилю, изучать его. И тогда ваш автомобиль никогда не подведет вас, особенно в самой тяжелой обстановке. Если вы позаботитесь заранее о том, чтобы у вас была нормальная незамерзайка, то есть в бачке омывателя, это я уж начинаю с самого простого. Если вы позаботитесь о том, чтобы жидкость в системе охлаждения у вас соответствовала вашей климатической зоне, если масло у вас соответствует вашей климатической зоне и соответствует вашему двигателю, в масло добавлены самые лучшие присадки, проверенные временем. Вот MPG Extra, да? Это присадка, которая, в принципе, разрабатывалась более 30 лет. Вы понимаете, она выросла, если кто-то слышал о ЕР, она оттуда вышла. Это кондиционер металла. Дальше. Если вы в бензин не используете паленый бензин, не покупаете его, где попало, из подворотни, так скажем, если вы используете только высококачественный, высокосортный бензин и используете катализатор горения топлива, чтобы сберечь, увеличить ресурс вашего двигателя, выпускной системы, свечей зажигания, что я уже на себе проверил, нейтрализатора трехкомпонентного каталитического нейтрализатора выхлопных газов, кислородных датчиков. Ну и самое последнее, предпринимателям компании желаю никогда, никогда не терять веры. Три веры, о которых все знают. Три веры, продукт, компания и самое главное, в себя. Я надеюсь, да, я надеюсь, что веру в продукт я вас все-таки немножко вложил. Имейте в виду, что этот продукт на самом деле он правильный, он работает и он приносит хорошее в наш общий дом с вами. Желаю всем здоровья, здоровья вашему автомобилю. Ну, в принципе, я закончил. Спасибо. Равиль, огромное вам спасибо. Вот прямо чувствуется, что с большой душой, с большой любовью вы рассказывали и о продукте, и об автомобилях. И вот спасибо за ваши пожелания. Мне хочется поблагодарить вас, что несмотря на то, что вы очень занятый человек, вы нашли время, и мы с вами провели вот это интервью. И я надеюсь, что оно будет очень полезно для всех наших многочисленных пользователей, да, для огромной армии автолюбителей. И чтобы он помог наш продукт, помог им защищать их железных коней, наполнять их кошельки за счет сэкономленных денег, улучшить экологию наших городов, а значит создать условия для здоровья и для будущего наших детей. Спасибо вам огромное. Я вас благодарю. Я думаю, что мы еще встретимся. У нас будут такие же какие-то полезные встречи, на которых мы будем говорить о нашем продукте, о результатах использования продукта и о каких-то рекомендациях, которые вы снова и снова сможете нам дать. Спасибо. Спасибо, Сергей. До свидания. Я вам очень благодарен. Пока. До связи. До свидания. Продолжение следует...